Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля привести свободу во все сферы нашей жизни. Аллилуйя! И сегодня мы поговорим на тему очень понятную, я думаю, для каждого человека. Этот вопрос задает себе, наверное, каждый человек, для чего я живу. Но он говорит конкретно, чем мы заниматься должны. Возвещать совершенство Бога. Ты просто должен знать Слово Божие, исполнять Слово Божие, и это воля Божия для каждого из нас. Если ты решил, что Бог главный в твоей жизни, я тебе скажу, что порядок придет в твою жизнь. Эти вещи просто, они станут для тебя понятны, они станут для тебя очевидны. Но если Бог не главный, у тебя постоянно будет борьба, у тебя будут сомнения и так далее, и так далее. Иисус сам сказал, никто не может служить двум господам. Правда? Никто не может служить двум волей, своей волей и волей Божьей. Говорит, нет, надо определиться, кто главный. Что главное в твоей жизни? Если Бог главный, я понял, Бог – это главное в моей жизни. Все. Все. Для меня нет вопросов. Я к этому уже не возвращаюсь. Я не спорю. Я выбрал, я решил, я сказал, Господь, Ты главный в моей жизни. И после этого, знаешь, картина, она открывается. Картина открывается, и ты понимаешь, что так тебе и надо жить, так тебе надо поступать. И я прочитаю вот откровение, которое я тоже получил, когда я еще был наобращенным. Я читал 2 Коринфянам, 5 главу, 15 стих, и это просто бум, вошло в меня, и до сих пор это краеугольный камень. И там написано, что «А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». И вот здесь прям четко написано, правда? Для кого мы живем? Для чего мы живем? Не для себя уже живем. Для кого? Для Бога. Это главное в моей жизни. Это лучшее в моей жизни. Это самое необходимое в моей жизни. Все. Я к этому... Если я определил это в своей жизни, я к этому не буду возвращаться. Понимаете? Я не буду бороться с Богом. Я не буду постоянно оправдываться. Почему? Потому что если ты это взял как основание в своей жизни, это твой фундамент, и на этом фундаменте ты строишь все, остальные этажи поднимаются. Скажи на это «Аминь». Новый перевод, он так нам говорит, еще более конкретный. Он умер за всех, чтобы мы перестали жить ради себя. Ради себя. Поэтому мы говорили, что люди живут ради того, чтобы дом построить, ради того, что там дерево и так далее. Много-много ради чего они живут, да? Вот ради того, ради того, ради... Нет. Конечно, это все может быть в нашей жизни. Поймите, я не говорю, что этого не должно быть. Но у нас должно быть что-то самое главное. Самое главное. Писание говорит, что это фундамент. Это фундамент, да? Потому что если нет фундамента, все остальное развалится. Сколько бы ты там ни делал, сколько бы ты ни строил, однажды все это развалится. И поэтому написано, что если мы строим без Господа, то мы строим все... Как? Все зря. И поэтому написано, перестали жить ради себя, а жили для того, кто умер и был воскрешен из мертвых. Вот, если мы это откровение получили, все, для нас жизнь просто становится сказкой. Ты не мучаешься, ты не грызешь ногти, о, быть или не быть, да или не да, в чем воля, в чем то, в чем вот это. И постоянно люди сомневаются, и постоянно у них какая-то борьба. Вот реши, что говорит тебе Писание. Я хочу дальше прочитать тоже то, что касается воли Божьей. Это послание к римлянам, 12 глава. Она нам всем знакома, понятна, но тем не менее я читаю еще раз. Итак, итог такой, да, итак, тире, итог, итак. Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела вашей жертвы, живую, святую, благоудовную, Богу для разумного служения вашего. И немножко будем останавливаться, немножко интерпретировать, объяснять, потому что, если люди еще не знают, они скажут, что это такое тело в жертву, о, надо на крест себя, тебя привьют, тебя съедят, сожгут, да? Аминь. Вот, потому что я скажу простыми словами, простыми словами я скажу, это посвятить свою жизнь Богу. Правда? Вот если сказать простым человеческим языком, нерелигиозным, да, таким, это посвяти свою жизнь полностью Богу. Правда? Потому что мы-то никак бы не участвуем в жертвоприношениях, там, ни коров, ни баранов, ни козлов, никого не приносим в жертву, да? Поэтому для нас вот этот язык не совсем понятен. Но когда мы просто понимаем, что от нас хочет Господь, а Он хочет, чтобы мы посвятили себя Ему. Свою жизнь, вот, свою ежедневную жизнь, то, чем ты живешь, то, чем ты занимаешься, то, что у тебя на работе, в семье, и там, и там, ты говоришь, Господь, вся моя жизнь, она принадлежит тебе. То есть, опять те же слова Павла, какие, что я не живу для себя. Правда? Ведь это означает принести себя в жертву, то есть отдать себя Богу, посвятить себя Богу. Для чего смысл? Для чего? Ну, я не знаю, для чего, я просто отдаюсь. Нет, здесь написано, что для служения. Аминь? Служения кому? Служения Богу. И дальше нам написано, ну, не сообразуйтесь с веком Сим. Сим, Сим. Откройся. С веком Сим. Но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благогодна и совершенная. Давайте немножко здесь тоже по что? Порассуждаем. Порассуждаем, да? Не сообразуйтесь с этим миром. Ну, мы понимаем уже, некоторые понимают, да? Я не сообразуюсь как бы с приоритетами этого мира, с ценностями этого мира, да? То есть мир здесь в смысле не того, что как бы вот мир, а мир – это тот мир, который противостоит Богу, да? Это дух этого мира. Потому что Бог-то любит этот мир, да? Что Бог возлюбил этот мир. Поэтому в греческом там разные слова стоят. У нас все везде. Миру мир. Там мир. Здесь мир. Там любовь, здесь любовь, а там столько разных значений, столько оттенков, что, может, порой мы и до конца не понимаем, что же там написано. Но, но, если Бог говорит, что тебе не нужно сообразовываться с миром, значит, мы даже можем логически понять. Значит, это то, что Бог не хочет для нас. Правда? Это не воля Божия, значит. Правильно или нет? Это не угодно Богу. Это не нравится Богу. Это не приведет нас к совершенству. И поэтому, он говорит, не сообразуйся с духом этого мира, с его ценностями, с его приоритетами, с его, чем еще, желаниями и так далее, и так далее. Но что он говорит? Он говорит, обнови свое мышление, да? То есть, научись думать по-новому. Обновить, значит, думать по-новому. Вот когда я еще не пришел к Богу, у меня были свои там понимания на то, на сё, на пятое. Но когда я пришел к Богу, когда я читал Библию, да, я рассказывал, что я пришел к Богу через чтение Библии, я вдруг стал видеть и понимать, а Бог-то по-другому на это смотрит. А Бог по-другому говорит. И вот это стало входить в меня. И это называется обновление ума. То есть, ты начинаешь понимать, о чем думает Бог. Ты начинаешь видеть, что хочет Бог, а чего Он не хочет. И это становится что? Становится твоим основанием. То есть, ты начинаешь судить, думать, относиться, поступать, говорить. Уже как? По-новому. Раньше ты так не делал. Раньше ты так не поступал. Раньше ты так не говорил. Раньше ты так не жил. Но когда ты познаешь Бога, ты понимаешь, что это другое отношение к этому миру. Это другое отношение к жизни. Это другое отношение к людям. И это внутри тебя. А мне не дают тебя мысли, где они у тебя. Они там, они внутри нас. И поэтому вот эти внутренние изменения, если их нет, не будет и внешних перемен. Потому что иногда люди говорят, ну и что толку? Вот ты ходишь, вот то и то, и что толку? Толк в том, когда происходят перемены. И перемены в тебе, они становятся все равно очевидными. Ты становишься другим. Почему? Потому что ты по-другому думаешь. Ты по-другому живешь, и ты становишься другим. У тебя, получается, правильные мысли получились, правильные поступки, правильные слова, правильное поведение. Почему люди живут неправильно? У них неправильное мышление. У них неправильные мысли, поэтому у них неправильные поступки. Как они могут измениться? Ну, посадить их в тюрьму, там, бить их, колотить, да? Но Бог говорит, что все изменения, они изнутри приходят. Изнутри, снаружи. Мир как бы пытается снаружи повлиять тебя. А Бог говорит, я влияю изнутри. Почему? Говорит, заберу каменное сердце, дам плотиное. Аминь. Почему? Говорит, какие мысли такой человек? Почему? Он тогда говорит, обнови свои мысли, чтобы ты стал другим человеком по образу подобию Божьему. Аллилуйя. И когда ты видишь, что есть Божьи приоритеты, есть Божьи ценности, и ты начинаешь ценить это, ценить, скажи, ценить, ты начинаешь это ценить, и это для тебя становится главным. Смотри, вот все, что мы не ценим, мы обесцениваем. Правда? Вот если ты что-то ценишь, и говоришь, это так ценно для меня, это так важно для меня, это так нужно, понимаешь, цена что? Возрастает. Возрастает. И когда ты ценишь Бога, ты ценишь Его волю, ты ценишь Его Слово, ты ценишь веру, ты вообще ценишь то, что ценит Бог, и ты постоянно об этом говоришь. То есть ты говоришь, да, я возвещаю совершенство Бога. И эта ценность, она становится все более ценнее, ценнее, ценнее и ценнее. Что делает дьявол? Он обесценивает Бога, обесценивает Слово Божие, говорит, истинно ли сказал Бог, нужно ли тебе это, тебе это не нужно, это все плохо, это все неправильно, понимаешь? И когда ты начинаешь думать так, ну, действительно, наверное, это не важно, там, ходить в церковь, там, ну, это не важно молиться, это не важно читать Слово. То есть что ты делаешь? Ты обесцениваешь. И когда ты обесцениваешь, тебе это уже не нужно. Потому что написано, где твое сокровище? Алло! Сокровище – это то, что ты ценишь. То, что ты ценишь, прилепляется твое сердце туда, говорит, там и твое сердце. Где твое сокровище? Там твое сердце. Поэтому что делает Дух Святой? Дух Святой помогает нам ценить то, что дал нам Господь, правда? Он помогает нам возвеличивать Иисуса. Но, когда у тебя нет отношений с Духом Святым, и ты живешь просто плотской жизнью, все Божье начинает обесцениваться. Оно теряет цену, оно теряет, и у тебя теряется интерес, у тебя теряется желание. Почему многие люди, да, написано в Библии, они стали теплыми, да, они стали безразличными, они стали апатичными. А в ответ простой, это потеряло для них ценность. То есть у них ценность стало что-то другое, даже если у людей была ценность Бога, но если ты не ценишь Бога, не благодаришь, да, не возвеличиваешь, то написано, Бог, Он живет где? В словословии народа. Он не живет в страхе, Он не живет в негативизме, Он живет в словословии, в благодарности, в хвале. Аллилуйя! Я вам сейчас сказать, что надо хвалить своих жен. Помните, я говорил вам? А жены должны хвалиться и мужей. Почему? Потому что если ты обвиняешь свою жену, обвиняешь своего мужа, там нет Бога. Бог не живет в обвинениях, Бог не живет в осуждениях, Бог не живет в клевете. А где Он живет? В словословии. Потому что хочешь, чтобы Бог жил в твоей семье, в жизни твоей жены, твоих детей, что надо делать? Надо хвалить их. Понимаешь? Это принцип Бога. Я прихожу, где меня хвалят. Там есть песня, что хвалой мы строим ему престол. Он тогда царь. Тогда он царствует. Тогда он правит. Но что делает дьявол? Он всегда хочет Бога неспровергнуть с пьедестала. Он нет, он не достоин. Он не такой. Он сикой. Он не ответил. Он не помог. И что он делает? Он не испровергает Бога. Понимаешь? И если ты перестаешь ценить Бога, ты перестаешь Его хвалить. Если ты перестаешь ценить свою жену, ты перестаешь ее хвалить. Если жена перестает ценить своего мужа, она его тоже не хвалит. И так далее, и так далее. Ты понимаешь, какой есть принцип? Поэтому то, что ты ценишь, этим ты дорожишь. Ты дорожишь, ты ценишь, ты хвалишь, ты радуешься этому. И это делает тебя другим. Поэтому если мы можем говорить, но если мы не ценим Бога, Он никогда не будет главным. Он никогда не будет на престоле. Он не будет нашим царем, понимаешь? Он не будет нашим Господом. А мы говорили, Иисус будет Господом в моем жизни. Поэтому мы постоянно должны посмотреть на свое сердце и спросить, а как я ценю Бога, как я ценю Его волю, как я ценю Его Слово. И поэтому для меня не было вопросов, я вам рассказывал, что когда я поверил в Бога, я работал в оркестре, и когда мне Бог сказал, чтобы ты ушел отсюда и пошел работать грузчиком, для того, чтобы ты смирился, для того, чтобы ты стал новым творением действительно, я сказал Богу да. И поэтому я думаю, что моя жизнь, она поменялась. Курс моей жизни изменился, потому что я увидел другую цель. Я искал цель, я искал, какая же цель в жизни. Но когда я нашел, что это Бог, для меня все вопросы отпали. Зачем мне что-то еще искать, когда я нашел главное в моей жизни, когда я нашел самое ценное в моей жизни, самое нужное. Если бы я этого не искал, я бы поставил так бы и дальше. Но я нашел это. И я понял, что зачем мне нужно делать что-то другое. Нужно просто согласиться с тем, кого ты ценишь. Согласиться с тем, кого ты любишь. И зачем тебе спорить. И знаете, почему конфликты в семье? Потому что люди не ценят в семье друг друга. Вот они ругаются, гавкаются, кусаются. Почему это все происходит? Они не ценят друг друга. Если ты кого-то ценишь, ты простишь. Если ты ценишь, ты будешь любить. Если ты ценишь. Но если ты обесценил это своими словами, поступками, для тебя нет никакой ценности, то ты просто будешь ноги вытирать об этом. Скажешь, для меня это ничто. Это мусор. Я это не ценю, мне это не нужно. Поэтому для чего я живу? Можно спросить себя и сказать, а что я ценю в жизни? А что я ценю? Что для меня главное в жизни? И ты можешь говорить много чего главного. Есть что-то самое главное. И если это самое главное не Бог, у тебя всегда будут проблемы с Богом. Если у тебя, опять же, жена там не главная, у тебя всегда будут проблемы с женой, с детьми. Потому что для тебя это не главное. Ты это не ценишь. То, что ты ценишь, у тебя с этим нет проблем. Ты заметил? Люди, которые любят рыбалку, у них вообще нет проблем. С рыбалкой нет проблем. У них куча удочек, куча крючков всяких, наживок там и то. У них нет проблем с рыбалкой. Их никто не гонит, не заставляет. Ну, ты пойдешь уже рыбачить, в конце концов. Нет, он спит и видит. Он это ценит, ему это нравится. Ты понимаешь? Он туда вкладывается. То, что ты ценишь, в то ты будешь вкладываться. Поэтому у тебя этот вопрос отпадет, для чего я живу, если ты поймешь, что главное в твоей жизни Бог. И вы знаете, что такое слово грех? Многие люди говорят, грех – это пить, это блудить, это убивать, это воровать и так далее, и так далее. Конечно, это все греховные дела. Но всегда есть корень. Написано, если дерево доброе, плоды будут добрые. Если дерево плохое, значит плоды плохие. Дерево пытается чем? Корнем. Писание нам тоже говорит о горьком корне. Я как-нибудь проповедую о горьком корне. Потому что многие люди, да, они пришли к Богу, но горький корень они не вырвали. И вот этот горький корень, он отравляет их жизнь и отравляет жизнь других людей. Почему? Потому что, опять же, Иисус не стал главным корнем. Написано, мы должны быть укорененные в Нем, утвержденные в Нем. Когда Иисус твой корень, ты питаешься Словом Божьим. Сила Духа Святого наполняет тебя. Это меняет тебя, это преобразует тебя. Но если остается старый, горький корень греха, это отравляет тебя, и ты отравляешь других. Вот поэтому Бог говорит, что никто не может иметь два основания, два господина, два корня. Или назовите дерево хорошим, или назовите дерево плохим. Но назови дерево хорошим, Аллилуйя. И пусть этот горень написано, если начаток свят, это корень, и остальное будет свято. Если для тебя Бог ценность, от этого все будет в своей жизни меняться, и все будет по-другому. Потому что это самое главное, это основание. В другом месте написано, что два человека строили дом. Один на песке, другой на камне. И мы все понимаем, на песке, это не воля Божия. Это его воля была. Он торопился, он, может быть, все сделал быстрее, построил быстрее. Но когда пришли испытания, у него все развалилось. Поэтому иногда удивляюсь, почему у меня развалилась фотоэт, у меня развалилась семья, у меня развалился бизнес, у меня развалилось служение, у меня развалилось. Почему? Потому что там не было основания. Там не было самого главного. И если Бог основание нашей жизни, остальное все выходит из этого основания. Остальное все растет из этого. Слава Богу! И поэтому слово грех, мы знаем, оно взято из охотничьего лексикона. Это означает промахнуться мимо, промахнуться мимо цели. То есть ты-то стрелял, но попал мимо, и ты в пролете, и опять в пролете, и опять в пролете. Почему? Потому что не та цель. Не та цель, Бог говорит. Поэтому Бог хочет, чтобы мы исполнили его любовь, и мы попали в цель. Попали, не промахнулись. Потому что вот этот промах, он и ведет к последствиям этого промаха. Не тот курс, не то направление, не та жизнь. Не так, все не так, все не это. И поэтому что? Поэтому Писание говорит, что это грех. Смотрите, я вам сейчас прочитаю. Я вам сейчас прочитаю, и мы все вместе порассуждаем. Итак, Иакова написано, смотрите, вместо того, чтобы вам говорить, если угодно будет Господу, и живы будем, то сделаем то или другое, написано, но по своей надменности тщеславитесь, и всякое тщеславие есть зло, и так, кто разумеет делать добро, не делает, тому грех. Там вообще сейчас я еще прочитаю, то есть я пропустил немножко, сейчас я вернусь. Смотрите, как это в начале было. Послушайте. Все слышат меня? Алло, посмотри на стену, он слышит? Послушайте. Это вот Слово Божие говорит вам. Послушайте. Послушайте теперь те, которые говорят, сегодня или завтра мы поедем в такой-то город, и поживем там год, будем торговать и получать прибыль. Нормальное же желание? Что там написано? Давайте дальше почитаем. Вы даже не знаете, что произойдет завтра, что такое ваша жизнь, ведь вы как пар, который на некоторое время появляется, потом исчезает. Скажите лучше. Что сказать лучше? Если на то будет воля Господня, то мы еще поживем и сделаем то или другое. Вы же теперь хвастаетесь своей самонадеянностью, а всякое такое хвастовство есть зло. Итак, всякий, кто знает, что должен делать добро, да, или волю Божью, можно сказать, и не делает, тот грешит. Видите, Бог, Он как бы сужает, да, говорит, через узкие ворота порой так трудно пройти, потому что вот они не такие широкие. Они так сужают, сужают, сужают. Но это дорога жизни. Аминь. И иногда, иногда, да, мы думаем, что грех это вот то, 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 все это плохое, и я уже не грешу, там, я уже не пью. Что еще ты не делаешь? Молчите-то. Вы уже исправились или нет? Ну, типа, вы уже исправились. Я уже исправился. Я уже хороший, я нормальный христианин, там, жену не бью, там. Она меня не гоняет, ну, там, как бы, что у нас все нормально, я нормальный христианин. Это как бы, ну, в глазах человек. А в глазах Бога нормальный ты или нет? Он говорит, если ты не исполняешь волю Божью, ты грешишь. Понимаешь? Даже если это что-то в это хорошее, ну, ничего нет плохого, и заниматься бизнесом, поехать в другой город, там, в другую страну, там, то-то и то-то, троллевали. И еще какие-то многие такие дела, которые с точки зрения человека, они кажутся, ну, это нормально, нормально. Ведь многие как? Мы сначала делаем, потом говорят, Босс, Господи, благослови, что я сделал. А Яков-то говорит, прежде чем вот куда-то ехать, что-то делать, ты сначала спроси. Ведь он говорит, что жизнь-то короткая у человека, да, и у меня нет, как бы, говорит, времени, что 10 лет ты, значит, в одну сторону шел, потом 10 лет в другую, 20 лет в третью, и только потом задумался, Господи, туда ли я иду? Туда ли я иду? Он говорит, поэтому давай лучше сразу, лучше сразу вот определись, вот туда ты идешь, с тем ты идешь, вот в правильное время, да, в правильном месте, с правильными людьми, правильно все будет правильно. И он говорит, я не против того-того-того-того, да, потому что здесь не говорится, здесь как бы нормальные верующие, говорит, ну, и уже нормальные верующие, мы там уже не делаем того, не делаем сего, мы нормальные. А Бог говорит, а для меня это ненормально, для меня это ненормально, чтобы вот вы вот такими были, потому что вы все равно мимо цели идете. Вы делаете не то, что вы должны были бы делать. Вы не можете сказать, как Иисус, я исполнил волю твою, да, я совершил дело, которое ты мне поручил. Здесь не сказано, что это им Бог поручил, что они точно знали и так далее. Нет, они просто, написано, они были самонадеянны. Они надеялись просто на себя, они надеялись на свои способности, они надеялись на свои силы. И он подводит итог, говорит, и так всякий, кто знает, что должен делать добро, и не делает, грешит. Поэтому мы очень часто говорим, вот это неправильно, вот это неправильно, как бы люди, что делают плохое. Но Иаков по-другому здесь смотрит, вы видите это или нет? Он говорит вообще, если вы не делаете добро, мы об этом мало как бы думаем, что да, я как бы это плохое, то не делаю. Он говорит, если вы добро не делаете, то есть вы волю Божию не исполняете, что тогда? Тогда мы грешим, понимаете, мы уже все, мы нормальные. Нет, когда мы читаем Писание, мы понимаем, что что быть такое нормальным? Это попадать в цель. Это быть действительно вот стрелою, но не кривою стрелой, потому что можно, не знаю, вы стреляли с кривых стрел? Я в детстве стрелял там, и вот эти стрелы, которые мы делали, они там... И они не туда летели, куда надо, почему? Потому что стрела кривая, она всегда что? Она куда-то... она улетает не туда, куда надо, она не попадает в цели. Поэтому Бог что делает с нами? Он нас исправляет, нас изменяет. Да, Он говорит, да, вы мои дети, вы в моем колчане, и это я вас хочу послать куда? К цели. Поэтому апостол Павел говорит, я стремлюсь к цели. Аминь? Я стремлюсь, я... То есть я не говорю, что я уже все попал в цели, мне больше ничего не надо. Нет, пока я живу, я буду понимать, что я должен стремиться к этой цели. Я должен выполнять эту цель. И это делает меня другим человеком. Это делает меня счастливым, как первый Псалом, он говорит, что человек, который не ходил туда-сюда, да, то есть он не шел мимо цели, но в законе Господа его была воля. Аминь? И он был как дерево, посажив, приваток, вод, и все, что он не делал, там был успех. Почему? Потому что именно то, что ему нужно было, он знал, и он это что? Не делал. Слава Богу. Слава Богу. Поэтому, конечно, когда мы как бы не считаем это главным и ценным волей Божией, то мы всегда будем что? Будем уклоняться тогда от этой цели, от этой воли. И это вот непонимание, как Иисус тогда сказал, помните, Петру говорит, я вот пойду, вот я умру, там я дам свою жизнь. И что Петр говорит, о, не делай этого, Господи, что ты задумал такое? А он говорит, что ты думаешь не то, что Божие, то, что человеческое. Поэтому, если мы обновляем мышление, для чего? Чтобы познавать волю Божью. Аминь? Поэтому, обновляя мышление, мы говорим, что я по-новому сейчас думаю, я по-новому, у меня новые ценности, у меня новые приоритеты, у меня есть что-то главное, у меня есть этот фундамент, и на этом основании я строю свою жизнь. И поэтому моя жизнь, она какая? Она тогда другая. Можешь аминь сказать? Аллилуйя. Слава Богу. Поэтому мы будем стремиться к чему? К цели. Цель это что у нас? Это воля Божья. Для чего ты живешь? Я живу. Для чего ты живешь? Тишина. Вы что? Что вы? Где вы? Смотрите, вот я вам еще в конце хочу немножко еще поговорить с вами. Смотрите, когда Иисус был голодный, помните, и ученики пошли что-то раздобыть, купить там где-то еды, они приходят, и Иисус такой довольный сидит. Говорит, что такой довольный? Кто тебя накормил? Говорит, да никто не накормил, он отвечает. Иисус говорит им, моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Они рассмотрят на него, думают, ну, ты уже поел, значит? Кто-то уже накормил тебя, да? Ну, они часто как бы не догоняли, когда Иисус им говорил какие-то вещи. А, вы еще в первом, я вам из седьмого класса сказал. Поэтому им было трудно порой и так вот с Иисусом. А что он сказал? Иоанн, ну ты хоть спроси, что он сказал-то. И там засылают его, ну, объясни там, что он говорил, кто его накормил. Мы что, зря ходили, что ли, там туда-то, туда-то вот. Пришли с этими, несли. А он говорит, а я уже все, говорит. Я уже наелся, все, говорит. И мы должны понять на самом деле, что, почему Иисус сравнивает волю Божью с едой. Глубокий вопрос, да? Почему воля Божья с едой у Иисуса? А? Ну, для кого-то она действительно главная в жизни. Я даже знаю, у кого. Она у всех у нас. Поэтому, когда мы поели, мы счастливые такие, да? Когда мы пойдем есть шашлык, сразу улыбка на лице. Вот, пойдем молиться, там, как-то другая реакция часто. Потому что, если сказать, поститься, то вообще настроение пропадает у людей. Нельзя, как бы, без этого обойтись. Но мы же говорим о ком? Об Иисусе, да? Чтобы мы могли сказать, что да, почему вот Иисус так делал, почему Он так говорил. И понятно, что еда – это то, что дает нам жизненные силы, правда? Для чего мы едим? Их только, да, чтобы получить жизненные силы. Не, ну, говорю, чтобы хорошо было. Чтобы вот этот голос внутренний, урчащий. Вот. И Он им сказал, Он им сказал, что я уже поел, все как бы хорошо, все отлично, я доволен. Но, на самом деле, Он хочет, чтобы мы поняли, что есть что-то главное. Главное есть не только просто покушать, да. Смотрите, почему это важно сейчас для нас услышать. Потому что, если мы не едим, мы умрем. Все это прекрасно понимают. Говорят, я уже умираю там. Вот. Если мы не едим, мы умрем. Это факт проверенный, правда? Можешь проверить на себе, но не умирай. Вот. И, и, другими словами, Он говорит, что воля Божья, если мы ее не знаем и не исполняем, это погибель для нас. Понимаете, это просто равноценно тому, что мы умрем. Мы умрем, если мы не будем волей Божьей, правда? Мы умрем. Мы умрем.